Сбылась моя мечта. Мы будем сейчас ставить палатку и жить с видом на море несколько дней. Место мы выбрали идеально. Сосны, море, ровный берег, есть спуск к воде и практически никого вокруг. Ну что, давайте собирать наш лагерь. Первым делом, конечно же, нужно собрать трава. Наверху их оказалось не так много. Муж попытался отломать ветки уже у упавшего дерева. Это принесло плоды, но не так много. Дров нам нужно на целую ночь. Мы же хотим посидеть у костра долго-долго. Поэтому мы решили спуститься к морю. Там очень много сухих, легких, поваленных деревьев. Нашим городским детям в таких условиях просто шикарно. Потому что они, привыкшие к вылизанным московским паркам, ровным дорожкам, подстриженным газонам, Конечно, сейчас на свободе они совершенно по-другому себя чувствуют. Собирают ветки, орудуют топором. Да-да, им дают топор. С техникой безопасности ознакомлены. Приносят много разных необычных шишек. В общем, представляете, у них это целое приключение. Надеюсь, они это запомнят надолго. Вторым пунктом нам, конечно, надо поставить палатку. Поэтому пока светло, мы будем заниматься обустройством нашего лагеря. У нас есть две палатки. Одна для нас, вторая для детей. Сам процесс установки палатки я не сняла, потому что слишком увлеклась съемкой. Я просто не могла оторваться. Вы только посмотрите, какой красивый свет. И у меня даже есть модели для съемки. Мы облазили все горы, бегали по ним, дурачились, смеялись. Дети хохотали, показывали мне новые тропинки. Это было просто потрясающе. И, конечно же, все это на таком волшебном закатном солнце. Дети показали мне дорожку на холл, с которого открывался просто потрясающий вид на наше место стоянки и на море. Все-таки это место идеально находится недалеко от Лермонтова. Называется Сосновый. Там есть много кемпингов, но мы выбрали именно этот. Он неофициальный кемпинг, просто, скажем так, туда можно заехать. Находится недалеко от дороги, но вид там просто шикарный. И Сосновый лес. Это то, о чем я мечтала. Рядом есть более обустроенные кемпинги с нормальными душевыми, туалетами и всем прочим. Там можно купить место под палатку и поставить свою палатку и жить там сколько хочется. Но они были без Соснового леса, а для меня это было важно. Я уже представляла, как буду просыпаться, открывать палатку и видеть перед собой бескрайнее синее черное море. Слышать над собой шелест, иголочек, сосны. Они реально шелестят, знаете, так как будто это дождик и шум морских волн. Это волшебно. Полюбовались закатом и начали приступать к разведению огня. Ведь огонь это чуть ли не самое главное место в любом палаточном лагере. Все собираются вечером у очага и пьют чай, рассказывают истории или готовят ужин. У нас, кстати, на ужин сегодня плов. Очень удобный формат. Его кладешь... Он уже готовый. Его кладешь в горячую воду. И через какое-то время открываешь и кушаешь. Вот именно этот плов, именно этой марки просто потрясающий. Очень вкусный. Конечно, не такой классный, как готовила бы я сама, но очень даже достойненько. Постараюсь для вас найти, как выглядела упаковка. Утром все, кто любит пить с утра кофе, что делают? Правильно, они готовят костер. У нас будет сегодня на костре не просто кофе. Мы приготовим на костре полноценную яичницу. Завтрак для всей семьи. Большое спасибо моему мужу, который поддерживает всем-все-все мои безумные идеи. И когда я ему сказала, что нам нужна в поход сковородка, чтобы приготовить на костре яичницу, он даже не удивился. Мне кажется, он уже понял, с кем он связался. И мне кажется, ему это даже нравится. Пока муж разводит костер, я пошла посмотреть, чем там занимаются дети, что у них такие радостные визги. И увидела потрясающую картину, как они катаются на тарзанке. Вот уж классно. Представляете, в этом месте кто-то повесил тарзанку, чтобы могли люди кататься на ней. Это так здорово. Ну что, пойдемте проверим, как обстоят дела с нашим огнем. Вижу, Вилечка контролирует процесс, а значит, мы скоро сможем готовить. Ну что, приступим. Первым делом выкладываем бекон. Я здесь в роли руководителя, ну а муж делает то, что я говорю. Девочки, всегда же очень приятно немножечко покомандовать своим мужчиной. Если бы я готовила яичницу у себя дома на плите, я бы положила бы несколько долек бекона и потом туда бы бросила яичко, разбила бы. Но поскольку мы готовим на огне, у нас есть упаковка бекона, который нам нужно использовать, поэтому мы сначала жарим бекон, а потом уже будем жарить яичницу. У нас с мужем есть свой собственный фирменный рецепт яичницы, который мой муж где-то подглядел, потом научил меня, да-да, представляете, он научил меня готовить яичницу. Ну и теперь мы готовим так для нашей семьи, причем только так, по-другому нам невкусно. Смысл в том, чтобы когда разбиваешь яйца, оставить желточек целеньким, а белок чуть-чуть распределить по поверхности, чтобы он весь прожарился. Если этого не сделать, получаются такие, знаете, неприятные сопли, как называют их мои дети, и тогда это уже не так вкусно. К сожалению, тут несколько желточков у нас растеклись и разбились, но ничего страшного, менее вкусная она от этого не будет. Вы не представляете, какие потрясающие ароматы разносятся вокруг жареный бекон, яичника, слышно, как потрескивает огонь и шкварчит бекон. А теперь нужно разделить ее на всех. Яичницу у нас едят почти все в семье, кроме самого младшего. Он почему-то не ест яйца, предпочитает йогурт, хлопья, кашки и все такое. Ну, значит, нам больше достанется. Я не помню, кто-то мне когда-то говорил, что над едой, которую приготовил мужчина, порхали ангелы. И это так. Почему-то вся еда, которую готовит мой муж, получается намного вкуснее, чем обычная. Может быть, это мне так кажется? Первый раз яичница на створотке, на костре. Ну, и, конечно, на десерт у нас арбуз. Класс! Дайте. Понюхай, понюхай. Кайф, 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 кайф. Кичайно, что вы зрители не можете понюхать. Это самое вкусное. Видео не передает запах. Так, раз. О, он даже переделает. Виля! Виля! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Еще? О, девочка. Шикарная пустота. Да, Стимка? Скажи, шикарная пустота. Малог классного, успешного похода с детьми это то, чтобы было побольше еды с собой. Потому что дети много двигаются, бегают, плавают, купаются. Поэтому тратят много калорий и, естественно, не хотят постоянно есть. Фрукты в этом плане, конечно, спасают. Фрукты у нас любят все. И Вильчес в том числе. Обожает арбузик. Ну? Тебе кусочек? Кусочек дать? Страны может показаться, что мы постоянно едим. И это так. Представляете? Чтобы накормить семью из пяти человек, да, нужно много готовить. Поэтому, пока у нас разведен огонь, вы же помните, что в походе огонь это самое главное, мы решили заодно пожарить чувачки. Чевапчичи такие колбаски. Есть куриные, есть говяжьи. В общем, дети их просто обожают. Просто так, с лавашом, без гарнира. На природе самое то. Наверное, я люблю такой отдых именно за то, что можно потом в какой-то момент, когда еда приготовлена, дети набегались, арбуз порезан, палатка разложена, костер горит, можно спокойно сесть, откинуться на спинку стула и смотреть на море, на спокойную гладь синего моря, смотреть на играющих вокруг детей, на любимого мужчину и просто наслаждаться и благодарить за то, что у тебя есть. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вдруг по какой-то причине ты еще не подписан, обязательно подпишись, потому что следующее видео будет из глэмпинга в Подмосковье. Шикарное место, буквально в двух часах езды от Москвы, просто невероятный арт-парк с шикарными объектами. Это обязательно нужно видеть. Ну и мы, естественно, будем там кататься, снимать, снимать видео с дрона, жарить маршмеллоу и многое другое. Подписывайся и не пропусти мое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...